В Твери первыми вакцину против коронавирусной инфекции получили пять врачей, которые работают в красной зоне областной клинической больницы. Напомним, препарат отечественного производства GAM-COVID-VAC поступил в область накануне. О том, как проходит вакцинация, выяснила наш корреспондент Наталья Чекет. Процесс вакцинации строго регламентирован. До введения препарат должен храниться в специальных условиях при низких температурах. Перед применением ампула достается из морозильной камеры, а затем в течение 30 минут размораживается. Только после этой процедуры возможно само прививание. Вакцинацию проводят в два этапа. Через три недели после первой прививки человеку вводят второй компонент. Вакцина начинает работать где-то примерно через две недели. Пациент после вакцинации должен производить термометрию. Вечером, если происходит подъем температуры, можно принять жаропонижающее. При высоком подъеме температуры обязательно обратиться к врачу. По словам специалистов, повышение температуры – самая распространенная возможная реакция, которая характерна при любом процессе вакцинации. Это первый показатель того, что организм начал выработку антител. Перед прививанием необходимо пройти обследование на наличие напряженного иммунитета к новой коронавирусной инфекции. Для этого достаточно сдать анализ крови на иммуноглобулины класса G и M. Вакцинация возможна только для тех людей, по результатам анализов которых в организме отсутствуют антитела. В это число вошла заведующая пульмонологическим отделением номер 2 областной больницы Мария Бачурина. Она работает в красной зоне непосредственно с зараженными коронавирусом. Поэтому приняла осознанное решение сделать прививку, предварительно посоветовавшись семьей. Моё решение продиктовано прежде всего эпидситуацией в нашей стране и во всём мире. И учитывая то, что мы работаем с коронавирусной инфекцией уже с апреля месяца, и понимаем тяжесть заболевания и высокий риск смертельного исхода. Кроме сотрудников сферы здравоохранения, первыми вакцинироваться будут люди, входящие в группу риска. Работники образования в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие тяжёлых аллергических реакций, острых инфекционных и неинфекционных заболеваний, а также беременные или кормящие женщины.